Магнитогорский ОМОН Магнитогорский ОМОН Я считаю, что на данный момент работа, которой я занимаюсь, это та работа, которую я знаю, которую я умею делать. Сейчас сложное время. Сложно тем, что есть такие горячие точки, как Чечня. Кто-то уходит из подразделения, съездив один раз. Кто-то уходит из подразделения, не съездив ни одного раза. Я считаю, что всех этих ребят объединяет вера в то, что работу, которую они выполняют, это необходимо. Необходимо для наших людей. Ну и профессионализм в немалой степени. Интересно назвать о ваших политических пристрастиях, Владимир Анатольевич. Что вы имеете в виду конкретно? Ну вот о последних выборах. Это же не тайная исповедь. Можно вы за кого голосовали? Не за кого. Командир десантной разведроты Зубков служил в элитных войсках. Северная группа в Польше, Центральная Россия и везде его блестяще владеющего приемами рукопашного боя, умеющего выходить в тыл противника на 300 километров и жить автономно по несколько недель, не покидала уверенность в собственной необходимости. Несколько лет назад она его покинула. Он вернулся в родной город, где еще до армии окончил 41-е училище. Так уж получилось, что свои первые мозоли он набил не на татаме, а на рабочей площадке металлургического комбината. Сегодня выйти на татаме, на поединок, это равнозначно тому, что выйти там, в Чечне, действительно на передовую, на боевую позицию? Ну, правильное сравнение. Правильное сравнение, потому что не каждый готов сегодня выйти на татаме, не каждый готов выдержать такой бой, не каждый готов встретиться с соперником, друг против друга, в общем, встретиться в боевой ситуации. Правильно, сравнение. Это равносильно, равнозначно тому. И, как видите, тем не менее наши бойцы выходят и подтверждают, что они готовы здесь и там работать в сложных условиях. Вы начальник ОМОН, но у вас, в общем-то, все они равнозначны, наверное. Но все равно симпатии какие-то личные есть кому-то из бойцов? Вы знаете, есть бойцы, которые основная масса, которые равны, есть бойцы, которые выделяются чем-то. Есть такие у меня выделяющиеся, сразу заметные по подготовленности, по психологической, по физической готовности. Вот вы сейчас видели третий поединок. Был Коблов Эдуард. Очень хороший, сильный боец, крепкий духом и сильный физически. Тот, кто помнит, богомоловский шедевр о военной разведке знает. Македонские стрельбы – это то, чему учатся всю жизнь, а овладевают ими единицы, самые талантливые. Они, конечно же, и в ОМОН не являются нормативными, но азы, основу изучают именно здесь, на закрытом стрельбище. А летом нам обещали показать македонское искусство, но не на выжженной войной земле Югославии, а здесь, рядом, на озере Банном. У обывателя сложилось мнение порой. ОМОН – это люди в черных масках, которые бьют нераздум в этом. Как этот стереотип сломать? Люди в масках и в форме – те же люди, которые на гражданке работают, только поставлены в определенные рамки, в рамки законности. И когда человек приходит на работу в милицию, его, конечно, стараются со всех сторон проверить. Тот, кто вырос, скажем так, иждивенцем, мягко говоря, и привык грести под себя, то он все равно это дело проявится. Тот, кто склонен в наше трудное время, когда зарплата очень маленькая, брать взятки, в конце концов он к этому придет. Ну, а тот, кто склонен распускать руки, в конце концов приходит к тому, что начинает махать именно право-налево. Говорить, что ОМОН распускает руки везде – нет, я бы так не сказал. Значит, у нас ребята стараются работать жестче против тех, кто, кого знает, что принадлежат какой-то группировке. Против тех, кто, ну, скажем так, останавливает машину, за какое бы то ни было нарушение, неважно. Начинает разбираться. Значит, на 99-й машина личная, где работаешь? Нигде не работаю. Протокол заполняется без места работы. Ну, какое отношение вот к этим людям? В то время, когда наши родители, пенсионеры ведут такой нищенский образ жизни. Ну, да, в общем-то, срабатывает классовое чутье, так скажем. В какой-то степени и этот, все-таки мы люди. Забив голову народу всякого рода аббревиатурами типа СОБР, ОМОН и прежде незнакомыми словами спецназ, альфа и прочее, мы как-то забыли, погружаясь в предоктябрьскую ментальность, что народ российский при царе Горохе знал только урядника до пристава. Боялся их и тать в ночи, и щепачи, и скокари. Тайная полиция и угрозы сбыли всегда, но как-то незаметно. Нынче же человек пятнистой куртки занял первые полосы газет и лучшее экранное время. Это страшно, если в органы придут за популярностью и романтикой люди, морально не готовые к этой работе. Романтика профессии, на мой взгляд, в том, что непредсказуемая работа. То есть ежедневно неожиданные встречи, нештатные ситуации. Вот здесь нужны и мускулы, и мозги, так? У нас-то бойцы в основном контингент молодой, им присуща романтика.